Лео, вождь племени, готовит вяленое мясо лося традиционным способом. Как вы готовите вяленое мясо? Каким образом? Я разрезаю вот здесь, пытаясь не отрезать себе пальцы. И это нужно почувствовать. Ножи очень острые. Мясо должно быть чем тоньше, тем лучше. Вы раскручиваете его, да? Да, оно должно быть очень длинным и тонким. Вот кусочки. Я помню, как поднимался на самый верх каньона. Тогда я впервые вялил мясо. Да? Мой отец приходил сюда. Мы все этим занимались. Он убивал лося или еще кого-нибудь, и поскольку у нас не было холодильников, поэтому мы вялили мясо. Мясо, нарезанное тонкими кусками, вешают на специальную простую подставку и посыпают специями. Вот один из ваших. Сейчас я возьму. Их здесь много. Вот так это должно быть. Вы не первый раз делаете это. Нужно закрепить. Нет ничего лучше, чем вяленое мясо, которое готовят на свежем воздухе. Нужно разжечь костер. Да. А тогда мы возьмем дрову и бросим на огонь. Костер потухнет, останутся угли, а дым с можжевеловых веток будет подниматься. Да, сойдет. Будет здорово. Мясо будет готовиться на огне. Он нужен, чтобы отгонять мух. Я заметил кое-что, с помощью чего можно разжечь костер. Это ломонос. Напоминает мне о моих родных местах на юге Англии. Там с осени по весну его можно увидеть на кустах. Этот пух часто называют бородой старца. И по понятным причинам с его помощью можно разжечь огонь. От Европы до Азии растут более 200 видов ломоноса. Искусству выживания вы можете начать учиться в своем саду, а потом применять эти навыки по всему свету. Дым от можжевеловых веток будет отпугивать насекомых и придаст мясу приятный аромат. Выглядит здорово. Необходимо. Сейчас мясо выглядит неплохо. Точно. Думаете, пора снимать? Да, можно начинать. Знаете что, судя по ветру, осталось недолго до прихода зимы, да? Я попробую мясо. Оно превосходно выглядит. Великолепно. Когда оно чуть подсохнет, мы могли бы положить его на вашу сушилку, как здесь. Разведем костер. Может используем осиновые прутья. Или еще что-нибудь для придания аромата. На вкус гораздо лучше, чем то, что продается в магазинах. Пахнет дымом. Потрясающе. Да. Невероятно вкусно. Нужно было побольше посолить. Не знаю, мне нравится. Превосходно. Вкусно. Сколько оно может храниться? В течение всей зимы. Фантастика. Просто нужно положить его в эти мешки. Из чего они сделаны? Из шкуры слосиных ног. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова